Все, большое спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, участники сегодняшнего нашего вебинара. Надеюсь, нас хорошо слышно, хорошо видно. Если будут какие-то, может быть, сложности с восприятием, да, прошу обращаться в чат. Ну что ж, сегодня мы проводим вебинар «Формы внеурочной работы по формированию читательской грамотности. Как провести флешмоб с использованием программного комплекса «Аналитик чтения». Ведущий вебинар, педагог-библиотекарь Светлана Валиева и учитель русского языка и литературы Ольга Андреянова, мы представляем Республику Татарстан, город Лениногорск. Тема вебинара на данный момент очень актуальна, так как перед нами стоит проблема ухудшения состояния читательской грамотности учащихся. И после детального анализа нами были выявлены следующие факторы. Итак, с какими же проблемами в обучении сталкиваются педагоги? Во-первых, это увеличение времени, проведенного детьми за экранами гаджетов, таких как смартфоны, планшеты, компьютеры, что отвлекает, конечно же, их от чтения книг. Вместо того, чтобы читать, они предпочитают смотреть видеоролики или играть в игры. Также это нехватка времени, уделяемого чтению в современной школьной программе и внеурочной деятельности. Это тоже влияет на ухудшение функциональной читательской грамотности учащихся. Учителя сталкиваются с ограниченным количеством урочного времени и часто не могут уделить достаточного внимания развитию навыков чтения у своих учеников. В-третьих, это отсутствие должного комплектования фонда библиотек, художественной литературы, а также отсутствие доступных, подходящих, мотивирующих и интересных книг для детей и подростков. Понятно, что обязательно нужно отметить, что в существующем образовании доминируют те формы и методы обучения, которые не используют книгу, литературу в качестве источника получения знаний. Вот если посмотрите на данный слайд, то вы увидите, что ребятам предлагается в качестве домашнего задания, в качестве работы на уроке, это их какие-то интерактивные задания, познавательные видеоролики, презентации и так далее. Для решения этой проблемы, конечно же, нужно принимать необходимые комплексные меры. Важно стимулировать детей, стимулировать чтение детей среди подростков путем обеспечения доступа к разнообразным и захватывающим книгам, внедрение дополнительных часов чтения в школьные программы, а также увеличение объема чтения во внеурочной деятельности. Так, ну и одной из возможностей мотивировать учащихся к чтению художественной литературы как раз и явилось наше участие в проекте «Аналитик чтения». Комплекс «Аналитик чтения» разработан психологами, педагогами, методистами, лингвистами и программистами в помощь всем, кто занимается обучением смыслового чтения и письменных текстов со школьниками младших и средней школы, для того, чтобы определить навыки чтения учащихся и совершенствовать их читательскую компетенцию. Оценка текста позволяет учителю ранжировать и оперировать текстами, подбирая их в соответствии с читательским возрастом. Так, секундочку, да. Итак, нами было принято решение принять участие во флешмобе «Книги по плечу», рекомендует «Аналитик чтения». О том, как это происходило, расскажет библиотекарь, педагог-библиотекарь среднеобщепрозавательной школы номер 2 Валиева Светлана Гельмудзиновна. Наша школа реализует федеральные проекты, действующие в рамках национального проекта образования. В школе присвоен статус «Школа, реализующая цифровые образователи технологии». С 2020 года школа участвует в муниципальном проекте по формированию функциональной грамотности. И в рамках проекта в нашей школе разработана как раз дорожная карта мероприятий по развитию функциональной грамотности учащихся. Так, Светлана Гельмудзиновна, вам слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я продолжу выступление Ольги Викторовны. Хотелось бы поделиться опытом использования возможностей программного комплекса «Аналитик чтения» в работе школьной библиотеки. Как вы знаете, именно библиотека, я думаю, вы уверены в этом, именно библиотека является в школе центральным местом для интеллектуальных инноваций учителей и учеников. И по своей сущности является лидером и навигатором в цифровом информационном пространстве. Использование аналитика чтения, комплекса «Аналитик чтения» позволит организовать и провести в библиотеке мероприятия совместно с учителями. И это позволит развить читательские компетенции школьников. Используя тексты естественно-научного и гуманитарного направлений, учителя, библиотекаря и родители смогут увидеть, с чем школьник справляется лучше. В дальнейшем это позволит ему переходить от легких текстов к более сложным и овладеть независимым и свободным уровнем чтения. Таким образом, аналитик чтения позволит оценить сложность текста и читательский возраст школьника, что поможет порекомендовать читателю-ученику книгу по плечу, то есть по силам и по интересам. В своей работе я использую как традиционные, так и инновационные формы работы. Но приоритетным направлением считаю развитие информационной культуры школьника, что в будущем даст им возможность оценивать достоверность и надежность источников информации, различать мнения и факты, анализировать и синтезировать полученную информацию. В рамках повышения квалификации 18 мая 2023 года мной был посещен вебинар образовательного портала Директ Академия «Повышение читательской грамотности с помощью использования программного комплекса «Аналитик чтения», на котором рассматривалась одна из форм внеурочной деятельности по развитию читательской грамотности в школе с использованием программного комплекса. Я сразу ухватилась за возможность привлечь в библиотеку как новых читателей, так и активизировать уже записанных. Программный комплекс «Аналитик чтения» представляется пользователем как своего рода искусственный интеллект, предоставляющий инструменты, позволяющие создавать персонализированные программы чтения, анализирующие прогресс и интересы каждого ребенка, и предлагающие рекомендации по выбору книг. В современном мире гаджетов и электронных устройств интерес к чтению у детей и подростков снижается, а использование искусственного интеллекта может помочь детям получить максимальную пользу от чтения, развить любовь к книгам, приобрести важные навыки, которые будут полезны в их образовательном и личностном росте. Вернемся к использованию программного комплекса «Аналитик чтения» в работе школьной библиотеки. После пробных тестирований в мае и октябре у нас выявилась проблема в использовании «Аналитика чтения». Одному организатору за один урок можно протестировать максимум 6 учеников. В процесс тестирования входит беседа о читательских предпочтениях, то есть мы выясняем, какой предмет ребенку больше нравится, какая тяга у него к гуманитарным или, естественно, научным предметам, на основе чего и выбирается будущий текст для тестирования. Уровень сложности текста определяется в соответствии с оценкой учителя. Дальше в процесс тестирования входит чтение текста, затем ответы на вопросы и рекомендации к чтению книг. Стал вопрос, когда проводить тестирование. В рамках учебного процесса, во время внеурочной деятельности или в рамках библиотечных мероприятий. Режим школы позволяет проводить массовые мероприятия с классом в библиотеке или с несколькими классами в параллели в актовом зале в течение одного урока, то есть это 45 минут. Индивидуальные беседы можно проводить с каждым читателем-учеником при посещении библиотеки. Как правило, это происходит на перемене. Для более массового охвата и результативного проведения тестирования необходимо было предусмотреть более длительное время. Как и во всех школах, у нас проводятся недели предметные, которые представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на развитие познавательного интереса, кругозора и творческих способностей учащихся. С 27 ноября по 2 декабря как раз в школе у нас планировалось проведение недели гуманитарных наук, в течение которой мы решили провести флешмот «Книги по плечу» рекомендует аналитик чтения с использованием программного комплекса. Предполагалось, что в течение недели все желающие учащиеся с помощью аналитика смогут протестировать свой уровень читательской компетентности. После тестирования каждый получит сертификат участника акции, аудиозапись своего чтения, список рекомендованных книг, которые рекомендованы для читателей с определенным уровнем читательской компетентности. Ну и для того, чтобы успешно провести флешмоб, необходимо было предусмотреть все нюансы. Поэтому план подготовки к флешмобу состоит из 15 пунктов. Я буду повторяться со слайдом, но хочется рассказать об этом подробно, чтобы в процессе проведения флешмоба, если кого-то заинтересует данный вид проведения мероприятия, не возникало затруднений. Конечно же, в первую очередь необходимо изучить программный комплекс аналитик чтения. Затем следует определиться с контингентом тестируемых учащихся и назначить дату проведения самого мероприятия. Необходимо создать инициативную группу и распределить роли. Это у нас организатор, может быть им учитель или библиотекарь. Затем учителя-предметники, которые смогут дать консультацию об уровне чтения ребенка. И помощники. Это могут быть как учителя, так и учащиеся. Но мы привлекли учащихся 9-11 классов. Затем необходимо разработать свой логотип мероприятия. К этому также можно привлечь учеников. И использовать логотип платформы программного комплекса аналитик чтения. Ну и, конечно же, необходимо сделать анонс в школьных новостях по школьному радио или расклеить афиши с анонсом. Можно в комплексе все эти виды применить. Затем необходимо было отобрать тексты для тестирования из ресурсов программного комплекса аналитик чтения. Здесь есть несколько вариантов для того, чтобы это сделать. Можно подобрать тексты с уже готовыми вопросами. Можно воспользоваться текстами, которые предлагает аналитик чтения. Но еще один вариант – это самостоятельно подготовить тексты и проверить их на сложность восприятия. Как раз-таки такие услуги предполагает аналитик чтения. Тогда нужно будет самим составить вопросы к текстам в соответствии с применяемой методикой. Вот тут как раз и появляется возможность подобрать тексты из самых популярных книг среди детей, определенных по результатам проведенных мониторингов. Для определения уровня сложности текстов аналитик предлагает возможность автоматической проверки текстов из сторонних источников на сложность. Затем необходимо подготовить и распечатать списки рекомендованных книг, которые имеются в фонде вашей школьной библиотеки, использовать уже готовые списки из фонда инновационного образовательного ресурса «Библиошкола» для зарегистрированных на данной платформе читателей, но и оформить, конечно же, выставку на основе фонда школьной библиотеки в соответствии с данными рекомендательными списками. Следующий пункт, который необходимо реализовать при подготовке к проведению флешмоба, нужно распечатать сертификаты участников и организаторов флешмоба, сертификаты со ссылкой или QR-кодом на аудиозапись чтения. В сертификатах вы пропишите имена тестируемых и вставите QR-код с их аудиозаписью. Данные материалы предлагает аналитик чтения, об этом позже будет озвучено. Далее необходимо подготовить два устройства. На одном будет проводиться тестирование и производится запись чтения, а на другом один из помощников будет скачивать аудиофайл из вашего личного кабинета в системе аналитик, загружать его в папку в облаке и распечатывать именной сертификат со ссылкой или QR-кодом на аудиозапись чтения. Необходимо заранее создать папку в облаке на втором устройстве, куда будут помещаться аудиофайлы с записями чтения. Извиняюсь. Дальше необходимо будет проконсультироваться с учителем об уровне чтения с учетом индивидуальных особенностей тестируемых. Ну, конечно же, настроить ребят на позитив и провести флешмоб «Книги по плечу» рекомендует аналитик чтения. Вот, наверное, все эти 15 пунктов, которые необходимо проделать перед тем, как приступить к реализации самого флешмоба. Основная работа была проделана заранее. Помощь в распределении учеников для тестирования в течение всего флешмоба оказана руководителем школьного метода объединения учителей гуманитарных наук учителя мужского языка и литературы Андриана Вольгой Викторовны. Тестировать мы решили учащихся 5-7 классов. Мероприятие совпало с проведением недели гуманитарных наук, еще раз повторюсь, с 28 ноября по 2 декабря, что было как нельзя кстати. Как вы помните, за один урок можно было протестировать 5-6 человек. И в течение недели можно было протестировать достаточное количество учеников. В состав инициативной группы вошли педагог-библиотекарь, учитель русского языка и литературы и ученики 9 класса как помощники. Один помощник, первый помощник у нас разработал логотип. Вы его видите в верхнем правом углу. Мы его размещали на всех документах, на всех сертификатах. Второй ученик скачивал аудиозаписи, выкладывал их в Яндекс.Диск, создавал QR-код, выводил на печать сертификаты и анонс у нас был сделан на заседании школьного метода объединения учителей гуманитарных наук. И тексты для тестирования были подобраны из ресурсов программного комплекса «Аналитик чтения». Оценка, вот здесь вы можете обратить внимание, в закладке «Оценка читательских компетенций» «Тексты предложены аналитикам чтения». Они уже имеют вопросы для того, чтобы понять, насколько ребенок понял смысл данного текста. Выбор производится непосредственно при тестировании. Второй вариант. Здесь же в закладке «Тексты для самостоятельного чтения» рекомендуется, их достаточно много. Здесь определен и уровень сложности, и направления, естественно, научные и гуманитарные. И здесь необходимо задать параметры с учетом сформированности читательских умений и навыков и заранее составить вопросы с учетом методических рекомендаций «Аналитика». Здесь, вот еще раз обращаю внимание, вам необходимо самим составить вопросы. Ну и третий вариант. Вы можете выбрать тексты из любых методических пособий. Это, наверное, тоже удобно. Там к данным текстам уже есть вопросы. И «Аналитик» предлагает такую возможность, как проанализировать текст на уровень сложности. И вот вы видите в правой стороне слайда как раз эту закладочку «Анализ текста». И скопировав текст из вашей книги, ну или из вашего текста, вы помещаете сюда свой текст, «Аналитик» производит оценку и выдает резюме. Вот, например, текст для начальной школы, если он сложный, «Аналитик» и выдает такой вердикт, что для этого уровня текст достаточно сложный. Ниже вот здесь представлена оценка о том, что текст не протестирован, может быть, ввиду того, что он содержит символы и другие какие-то знаки, которые им не распознаются. Ну, так, сейчас, секундочку, извините. Да, вот были также подготовлены тексты с учетом уровня сложности. В левой стороне здесь тексты подготовлены на платформе «Библиошколы», и в правой стороне также три текста по разным уровням. Здесь подготовлены на основе книг из фонда «Школьной библиотеки». Вот так они у нас выглядели, эти рекомендации, которые мы после окончания тестирования раздавали ребятам. Оформлена была книжная выставка. Еще раз повторяюсь, на основе фонда «Школьной библиотеки». Здесь вы видите сам процесс прохождения тестирования, скачивание записи, аудиозаписи и готовые сертификаты, которые вручались ребятам после прохождения тестирования. Перед тем, как привлечь ребят к тестированию, мы, естественно, познакомили их с тем, что они будут участвовать в таком великолепном мероприятии, как флешмоб «Книги по плечу». И происходил здесь настрой, потому что очень многие ребята у нас волновались. Они по привычке из начальной школы считали, что нужно читать на скорость. Чем быстрее прочитаешь больше слов, тем лучше. Но мы их убеждали в обратном, то, что нужно им понять, осознать, о чем текст и уметь ответить на вопросы. Ну и как происходило само тестирование? Если вы зайдете на платформу и начнете тестировать, то вы увидите первое левое изображение. Здесь регистрируется ребенок, указывается его класс, выбирается текст с учетом его предпочтения, это гуманитарный или, естественно, научный. Затем дается старт записи, ребенок читает, запись производится. По окончании чтения текста запись останавливается. Ребенок отвечает на подготовленные уже вопросы. Учитель делает пометки о том, как правильно ответил учащийся. Затем текст, вся эта запись сохраняется, текст отправляется в результаты. И если вот в личный кабинет мы с вами зайдем, то увидим, что есть оценка уровня чтения ребенка и есть возможность прослушать запись, как он читал и отвечал на вопросы. Мы давали ребятам немного послушать. Мало кто был доволен своим чтением. Они все удивлялись, как слышится их голос со стороны. Ну и есть возможность прослушать ответы на вопросы. В дальнейшем это можно использовать. Собственно, мы это и сделали. Отправили через учителей этих классов родителям эти записи. Ну и у них также на сертификатах был QR-код, куда они могли спокойно дома уже пройти. И возможно составить программу для улучшения своего чтения. На какие ошибки стоит обратить внимание. В общем, это замечательная возможность для того, чтобы ребенок улучшил свои читательские навыки. Вот так проходил у нас процесс. С ребятами мы обговаривали изначально предпочтения. Читали, отвечали. Ну, все было замечательно. Мы улыбались. Настроение было хорошее. Вот такой результат у нас получился. Ребята у нас получали все документы, фотографировались. Здесь есть один нюанс. Можно раздать все сертификаты сразу. Это им, конечно, приятнее. Но можно их потом пригласить, чтобы не задерживать и не тратить лишнее время. Можно пригласить их отдельно всей группой или по группам и вручить сертификаты уже в более такой, ну, скажем, торжественной обстановке. С чем же мы столкнулись? Какие подводные камни нас ожидали? Ну, наверное, независящие от нас. Это режим школы, урок перемена. 45 минут урок и 15 минут перемена. Ну, и как выяснилось, как я уже сказала ранее, за урок можно протестировать 5-6 учащихся. Ну, наверное, нужно будет предусмотреть эмоциональное состояние учеников во время тестирования. И для того, чтобы правильно подобрать текст, необходимо заранее проконсультироваться с учителем. Вот это тоже необходимо проделать заранее. Ну, и к размышлению. То, что сертификаты можно вручать либо сразу, либо после проведения акции сразу небольшими группами. Ну, и вот что я лично для себя взяла на карандаш. Наверное, мы запланируем подобный флешмоб как проект в масштабах всей школы. Для этого нужно будет предусмотреть несколько площадок, где тестирование будут проводить учителя начальных классов и учителя родного языка и литературы, учителя русского языка и литературы с разных устройств в своих личных кабинетах. Для технического обслуживания можно привлечь учителей информатики и активных учащихся старшей школы. Также можно проводить флешмоб во время международного месячника школьных библиотек в октябре месяце. Вы знаете, в течение месяца у нас месячник проходит. Также во время недели детской книги, это в марте месяце у нас мероприятие проходит, тоже замечательная возможность провести подобный флешмоб. Ну, либо во время предметной недели, как это сделали мы. И, возможно, поучаствовать с результатами флешмоба в проектах и конкурсах различного масштаба. Ну, собственно, что мы и сделали. Мы участвовали в молодежной неделе цифровых технологий. В этом году проводилась всероссийская библиотечная акция. Мы провели флешмоб, необходимые документы предоставили. Результаты будут известны в феврале месяце. То есть это не просто акция, а уже конкурс всероссийский. И какие же мнения учителей? Ребятам очень понравилось. Они самостоятельно ходили в библиотеку, это ребята начальной школы, читали под запись, прослушивали свое чтение. Программный комплекс аналитик чтения – это помощь учителям в определении навыков чтения, учащихся и совершенствовании их читательской компетентности. Это мнение другого учителя. Мне очень понравилось, что тексты делятся по своему содержанию на две группы. Естественно, научные и гуманитарные. Этим можно воспользоваться для решения вопросов профориентации школьников. Очень удобно, что существуют тексты разных уровней сложности. Наши ребята сами выбирали, с каким текстом хотят поработать. Но и работа с аналитиком чтения будет способствовать успехам в учебе, которые, в свою очередь, должны привести к повышению мотивации чтения у детей и подростков. Ну и, конечно же, мы осветили данное мероприятие на сайте нашей школы, в новостном блоге. В интересном стиле составили мы объявление. В общем, было замечательно, интересно. Данный опыт нам очень понравился. И вот это мнение использования программного комплекса аналитик чтения, это мнение библиотекаря. Как может использовать данный комплекс в своей работе учитель литературы, с вами поделится Ольга Викторовна. Пожалуйста. Итак, после прохождения теста и обработки результатов, данные, которые представлены на диаграмме, учащиеся получили характеристики. В начальной школе это высокий, свободный, средний, развитый, низкий, развивающийся. В средней школе там другие характеристики уровней. Высокий, независимый, средний, учебный, низкий, слабый. После того, как ребята увидели, да, что им выдал искусственный интеллект, прослушав их аудиофайлы, обработав, так скажем, их аудиофайлы, то они могли ознакомиться с результатами, которые им выдали, нажав на вот этот уровень или на свое имя и фамилию. Вот посмотрите, что нам выдал программный комплекс. Это результат ученика со слабым уровнем читательской грамотности. Вот здесь результат тестирования, вы видите на экране, читает трудно, нет плавности, в чтении имеются неточности, ошибки. То есть теперь уже они наглядно увидели, как они читают и как они воспринимают информацию. Так, вот на следующем слайде вы видите результат ученика. Результат ученика уже с независимым уровнем владения читательской грамотностью. Этот результат, заявленный, он сохраняется в строке участника. Появляется возможность предметнику или классному руководителю ознакомить родителей с возможностями, с возможностями ребенка по развитию, по уровню развития читательской грамотности. Также действительно, как сказала Санна Ельмудиновна, что большое значение имеет для самих ребят и для родителей возможность прослушать аудиозапись, чтение и освоение ребенком незнакомого материала. Вы знаете, что родителям очень важно получить представление о возможностях их ребенка, сына или дочери, воспринимать окружающую информацию и самостоятельно ориентироваться именно в незнакомой среде, потому что они слышат, как ребенок читал это одно, а как он воспринимает информацию, отвечая на вопросы, это, конечно, очень важно. Ну и немаловажное значение имеет фактор оценивания успехов ребенка именно программой. Это не личностный фактор, это не учитель, это не друг, а именно незаинтересованное лицо. Так, ну, уже было сказано, что у учащихся есть возможность самим послушать свое чтение со стороны, и когда дети слышат, что они читают по слогам, запоминают, запинаются, конечно, им как-то становится неловко, и это способно повлиять на самооценку ребенка, потому что это как бы сподвигает его на действия, способные улучшить технику чтения и осмысления информации. После промежутка определенного времени целесообразно повторить тестирование в группе обучающихся. Таким образом, возможно подготовить сравнительную характеристику уровней развития читательской грамотности. На слайде вы видите, что ребенок был протестирован дважды. Первое тестирование проходило в мае, в конце учебного года, а следующее тестирование уже проходило 17 октября. Ну и как мы видим, что если вначале ребенок был присвоен учебный уровень, то в октябре уже независимый уровень, потому что действительно после первого тестирования ребенку были даны рекомендации, как по чтению текстов, представленных на платформе. И так и был дан список литературы для самостоятельного чтения. Ребенок им воспользовался, летом провел работу, как мы видим, и уже пришел к подготовленному вообще не к обучению, а к дальнейшей жизни, можно сказать. На следующих слайдах вы увидите как раз характеристики уровней, которые присваиваются ребенку. Посмотрите, например, на слайде представлен слабый уровень, читает трудно, самостоятельно может прочитать легкий текст. Здесь есть рекомендации, которым нужно следовать, чтобы подобрать тексты для свободного чтения. Эти тексты, еще раз повторяюсь, находятся на платформе. Так, на следующем вы видите слайде. Это характеристика учебного уровня. Тоже есть рекомендации по подбору текстов. И далее характеристика независимого уровня. Ну и вот посмотрите, я уже тоже выше об этом говорила, в базе портала имеются тексты для самостоятельного чтения, которые делятся тоже по своему содержанию на две группы, и естественно, научные и гуманитарные. После определения уровня чтения обучающему будут рекомендованы тексты в соответствии с его уровнем читательской грамотности. Как я уже сказала, этот уровень определяет искусственный интеллект по аудиофайлу. Ну и также очень удобно, да, это, конечно же, ну, хорошая помощь для нас, для нас, педагогов, литераторов, что библиотекарь рекомендует книги именно в зависимости от уровня чтения и восприятия учащимися информации. Как показывает практика, произведения сложные по восприятию, они в большей части отпугивают неуверенных читателей, и мы уже сталкивались с тем, что ребенок теряет интерес к процессу чтения. Поэтому перед нами всегда стоит непростая задача перед предметниками, чтобы подобрать ребенку произведения, которые соответствуют его уровню читательской грамотности, то есть буквально подобрать книги под читателя. Потому что рекомендовать всему классу одно произведение, конечно, сейчас это очень сложно. Есть дети, которые их это просто, ну, как-то сыграет, наверное, не очень хорошую роль, и вместо того, чтобы улучшить свою читательскую грамотность, они, наверное, просто не будут читать ее, и все. А у нас это, конечно, стоит совершенно другая. Итак, книги по плечу. Номер один вы видите список. Это рекомендации для базового, слабого уровня читательской грамотности. Здесь книги рекомендованы для повышенного уровня читательской грамотности. И книги для независимого уровня читательской грамотности или высокого. Ну и еще, как бы, обратите внимание на слайд, что же еще нам, как бы, дало вот это обращение, обращение проведения вот этого флешмоба при помощи программного комплекса «Аналитик чтения». На своих уроках, когда мы работаем с обучающимися, да, то мы даем оценку сформированности читательских навыков, основываясь на методические рекомендации Министерства просвещения по системе оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения и программ. Понятно, что не все дети одинаково активно и продуктивно способны проявить себя во время учебного процесса. Также и педагог не всегда объективно, но имеет возможность точно дать оценку сформированности читательских навыков ученика. Детей много, по 30 человек в классе, и уделить внимание точечное ребенку, но не всегда, как бы, такая возможность у нас есть. Мы, конечно, стараемся. И вот эта работа, да, она как раз нам и дает такую возможность посмотреть ребенка дополнительно. Вот как раз в этом мы убедили, когда убедились, проанализировав результаты тестирования. Вот посмотрите, пожалуйста, здесь данные ученицы Светы. Она на уроке демонстрировала средние способности в работе с прочитанными, подготовленными художественными текстами, ну, проявила умение на уроках анализировать тексты художественные, да, переносить информацию в какие-то новые ситуации. Но когда при участии в тестировании, да, ей был дан незнакомый текст, мы, да, посмотрите на результат тестирования, то есть ребенок продемонстрировал все-таки низкие способности, испытывая сложности при обработке информации и воспроизведении извлеченных данных. То есть ребенок просто как бы растерялся, когда увидел, оказался в незнакомой обстановке и, ну, начал проводить работу с незнакомой информацией. Ну и также здесь вы видите результаты ученика Вани, которого мы тестировали, как вы видите, дважды, потому что он на уроках литературы проявлял незаинтересованность при работе с художественными текстами. При тестировании же, да, посмотрите, показал высокий уровень извлечения информации из предложенного текста. Мы решили протестировать его во второй раз, и вы видите, что и второй текст, он показал, при работе со вторым текстом, он тоже показал независимый уровень тестирования. То есть это ребенок, который на уроке, ну, видимо, не раскрывается как бы до конца, и на него нужно обратить внимание, потому что у него очень хорошие способности аналитические. Таким образом, тестирование учащихся на данной платформе помогает педагогам дополнить картину сформированности читательских навыков учащихся, открывая, мы открываем для себя какие-то неизвестные страницы, да, вот в уровне развития конкретного ученика, что, конечно же, способствует индивидуализации обучения, ну, которая, в свою очередь, я думаю, должна привести к повышению мотивации чтения у детей и подростков. Вот, уважаемые коллеги, участники вебинара, ну, это у нас как бы весь материал, которым мы с вами хотели бы поделиться. Так, и теперь мы должны передать слово, да, так я думаю, Ирине Владимировне, которая тоже с нами на связи и продолжит, да, продолжит знакомство вот с работой на платформе аналитик чтения, да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. И все-таки, Ольга Викторовна, а как вы отвечаете, ответили бы на вопрос вот участников нашего сегодняшнего вебинара, которые спросили, вопросы, это только, это только тестирование, флешмоб ради тестирования, как вы для себя отвечаете на этот вопрос? Флешмоб, ну, нет, конечно же, вообще это привлечение внимания вообще к чтению, потому что этот процесс, к сожалению, из нашей жизни, он, ну, он не уходит, потому что дети читают, но читают, вы знаете, они и в интернете читают, 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 но, наверное, не то, что нужно, потому что, когда им говоришь, ну, почему не читаете, они говорят, мы читаем, телефоны показали, там у них текстовая информация, но именно не просто чтение, а смысление, да, и вот именно коррекция вот этих вот навыков. Ну, флешмоб ради, ну, ради, тестирование ради флешмоба, это возможность, это вид вне классной работы, которая детям очень понравилась, как практика показывает, им интересно вот эти вещи, себя со стороны послушать, запись послушать, QR-код вот этот, и родители заинтересованные тоже откликают, и мы послушали, вот, наверное, так, просто я вопросы здесь, наверное, не увидела, и поэтому сейчас я постараюсь посмотреть, если они есть. Да, коллеги, если вопросы есть, мы прямо с благодарностью примем любые вопросы, потому что, потому что вообще мы этот вебинар затеяли для того, чтобы заинтересовать вас этой формой. Если у вас есть какие-то сомнения, если у вас есть понимание, что нужно что-то уточнить, пожалуйста, задавайте вопросы, ради этого мы здесь сегодня и находимся. А я бы немножечко, да, дополнила коллег. Во-первых, поскольку наша цель все-таки заинтересовать этой формой, мы, конечно, сделали методические рекомендации, они такие не теоретизированные, там есть материалы для проведения флешмоба, просто макеты сертификатов участников, макеты сертификатов организации, там вот это просто мы вот сделали, чтобы вам не трудиться, макеты сертификата со ссылкой на аудиозапись, рекомендации, которые общие мы сделали искусственного интеллекта для всех уровней читательской грамотности, а вы дополните уже рекомендации этими, эти с указанием книг, которые находятся в фондах в вашей библиотеке, чтобы это легко редактировалось, выводилось на печать, мы прямо рекомендации все сделали в презентации, так, чтобы это были документы, с которыми вы можете работать. И я еще, я уже размещала ссылочку на папку со всеми этими материалами флешмоба, и еще раз, и еще раз это сделаю, еще раз это сделаю, давайте прямо сейчас, чтобы вы его, не искали его в ленте. Это первое, что мы сделали. Вопросы мы по-прежнему ждем, а я коротко еще, может быть, обобщу и скажу несколько слов о программном комплексе, который разрабатывается уже в течение 10 лет, практически, вот, ну, почти что, он прошел солидную экспертизу, он был поддержан фондом президентских грантов. Его разработчиками являются, ну, самые сильные исследователи в нашей стране, и сама теоретическая основа проекта были разработаны командой высшей школы экономики, которая, в общем-то, и сейчас работает в направлении вот создания как раз искусственного интеллекта работы искусственного интеллекта по отношению к работе с текстами. В настоящее время все тесты для основной школы дорабатываются командой Казанского федерального университета, как раз под руководством Марины Ивановны Солнышкиной, и прямо вот сегодня заливаются тесты, новые тесты для начальной школы, заливаются тесты для основной школы, чтобы привести их в соответствие с теми уровнями и с теми способами определения читательской грамотности, которые задаются Федеральным Институтом Педагогических Исследований, чтобы педагог, который использует аналитик чтения, он не разрывался между тем, что там как там исследования проводят там управление образованием либо управление там качества образования региональных и тем, что он делает в аналитике чтения, чтобы это все вместе собиралось и было, и мы били в одну цель общими способами. Все, что связано с методикой работы с текстами, задавания вопросов к текстам. Вот в начальной школе этим направлением руководит Наталья Николаевна Сметанникова, она руководитель Русской Ассоциации Чтения, и под ее руководством мы сейчас сделали проект, который находится на экспертизе в Министерстве Просвещения, возможно, весь этот проект, если мы пройдем этот конкурс, вся эта работа будет иметь статус федеральной инновационной площадки, мы с нетерпением ждем результатов, но тут никто никому ничего не обещает, тем не менее, я хотела бы еще раз подчеркнуть, что в основе программного комплекса аналитик чтения лежат серьезные научные, научно-методические разработки, вы видите, вот как идет этот процесс. Значит, ну вот по проверке сложности и читабельности текста здесь уже в общем достаточно было сказано, и я, может быть, даже не буду сейчас на этом останавливаться, лишь подчеркну, что вот когда вы будете дополнять рекомендации по чтению, дополняя их рекомендациями книг из фондов своей библиотеки, то есть, а какая книжка, да, какому уровню читательской грамотности может быть рекомендована, вот как раз я вам, ну тут никуда без этого не денешься, как раз вам здесь в помощь модуль анализ текста, и вы можете, вы можете здесь с помощью этого модуля подобрать книжки из вашей библиотеки, чтобы рекомендовать уже тот точечно. В методических рекомендациях мы прямо сценарий работы с вот этим модулем оценка читательских компетенций, мы прямо туда положили, там прямо есть скрины, как, на какую кнопочку нажать, как перейти, что сделать, чтобы помочь вам освоить, хотя, по-моему, вот Ольга Викторовна, скажите, у вас много времени на самообразование ушло, когда вы осваивали вот этот модуль, много времени? Ну, я не, нет, мне кажется, здесь доступно, если один-два раза сесть и вот вкладки открыть, посмотреть, где, что, как. Здесь как бы не так сложно, но вот Стангельмудина, которая проводила это все, она, конечно, досконально все изучила, потому что просто подготовиться нужно к проведению вот. Ну, Дом, где-то час-два у вас уйдет на то, чтобы освоить этот программный конкурс? Не больше, не больше, да, там как бы все доступно, все доступно. Да, если речь идет, Юлия, чтобы ответить на ваш вопрос, Юлия, здесь ваша компетентность будет, как бы, самой существенной точкой, потому что, да, дети ваши сядут, они с удовольствием прочитают, они с удовольствием получат сертификаты участников и рекомендации по чтению. Важно, чтобы вы сами отобрали книги через с помощью этого комплекса. Здесь уже понятно, что уровни читательской грамотности для ваших детей, они, возможно, ну, будут, ну, иметь другие критерии, поэтому здесь будет уже как бы сокращенный такой алгоритм, что вы сами подбираете книги, сами и корректируете уровни эти, наверное, они немного другие, я просто не знаю, наверное, вы даже знаете лучше, ответьте прямо здесь, как определяются уровни читательской грамотности для вашей категории учащихся. Вот, коллеги, в целом я бы завершила наш разговор вот таким слайдом, сейчас я все, что приготовлено, быстренько пролистаю, значит, коллеги, мы на этом не прощаемся, мы рассчитываем, что вы присоединитесь к нашей команде учителей, библиотекарей, которые работают с аналитиком чтения, для этого, для начала вам нужно просто присоединиться к телеграм-каналу, который так и называется, аналитик чтения, вот можно при помощи даже этого QR-кода. Почта моя тоже здесь на слайде, вся презентация будет у вас в доступе, и напоминаю, что пробный доступ на этот учебный год для всех, кто присоединился, мы открываем бесплатно, поэтому проводите флешмобы, проводите, у нас есть еще одна замечательная акция, называется История читательского успеха, прямо у вас вот некоторые дети просятся для участия в этой акции, присоединяйтесь, на этом мы свою часть завершаем, да, да, спасибо учителям, редко, когда школьные библиотеки, библиотеки занимаются не только выдачи учебников, ой, я знаю, мало школьных библиотекарей, которые только этим занимаются, это такие энтузиасты, это такие уникальные люди, мы просто мало с ними общаемся, они с такой самообдачей работают с читателями, я просто преклоняюсь перед библиотекарями, это замечательные, уникальные люди, случайных людей там нет, хотя, конечно, встречаются уже библиотекари, которые сами не читают, но это уже другое поколение. Коллеги, всего хорошего, на этом наша вот эта содержательная часть, по флешмобу завершается, и мы передаем слово организаторам этого ... флешмобу,